Празднование Хэллоуина обернулось массовой гибелью подростков в Южной Корее. Трагедия произошла накануне, примерно в 7 вечера по Астанинскому времени. Точное число погибших и раненых сейчас выясняется. На месте до сих пор работают спасатели и полиция. Место ЧП оцеплено. На месте ЧП работает наш корреспондент Владислав Чуццо. И вот, что он сообщает. Первый звонок службы спасения поступил в 22.15. Пожарные медики не могли подъехать к месту ЧП, так как здесь было многолюдно и движение машин не было перекрыто. С утра здесь праздновали Хэллоуин. Большое количество людей, больше 100 тысяч человек объясняется тем, что впервые за три года западный праздник отмечали офлайн. В районе Итывона, где произошло ЧП, всегда много иностранцев. Раньше здесь размещалась американская военная база. Отмечу, что клубы находятся в узких переулках. И когда толпа перемещалась по одной из улочек, началась давка. Первую медицинскую помощь пострадавшим пытались оказать владельцы развлекательных заведений. Тех, кто упал, не могли вытащить в течение примерно 20 минут. Информация о погибших, первая информация поступила в час 10 минут ночи. О том, что погибли два человека. ЧП произошло 29 октября примерно полодиннадцатого ночи в районе Эдховон. Причина выясняется. Несчастный случай произошел, когда большое количество людей, участвовавших в фестивале Хэллоуин, упало. В результате чего многие участники погибли. По одной из версий, кто-то из корейских знаменитостей зашел в бар. Люди пошли за ним и начали толкать друг друга. Но эту версию в полиции опровергли. По данным на три часа по астанинскому времени погибли 149 человек, 76 ранены. Из них двое иностранцев. Их гражданство уточняет данные не окончательные. В больницах Сеула не хватает мест, поэтому пострадавших вывозят в столичную область, провинцию Кюнги. И эта трагедия стала самой масштабной после крушения парома Севоль, где погибли 50 школьников и преподавателей. Расследование ЧП под контролем президента Юн Сокьёля, а мэр Сеула прервал свою зарубежную поездку и вылетел в Сеул. Отмечу, что в последние годы Хэллоуин, в целом, как и западная культура, стали популярными среди южнокорейских молодежи. Поэтому среди погибших и пострадавших много подростков и тех, кому за 20. Мы следим за развитием событий и новые подробности трагедии сообщим позже. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.